Месячник санитарной очистки Главный редактор журналов «Алтай» и «Культура Алтая» Лариса Вигант. Лариса, здравствуй. Здравствуйте, Татьяна. Очень приятно видеть. Кому пришла идея организации «Субботника»? «Субботник» – это уже, скорее всего, второй этап. Изначально инициативная группа предлагала идею возрождения парка «Изумрудный». Ну а первое, что можно сделать в этом парке, это, естественно, навести чистоту. Так вот и получилось, что инициативная группа взялась и предложила в апреле провести субботник в этом парке. И достаточно много людей откликнулись. Прямо уже откликнулись. Да, потому что предварительно мы проводили в парке, а именно кандидат исторических наук, Данил Дегтярев, который у вас не так давно здесь был. Да, совсем недавно. Он проводил экскурсии в этом парке об истории этого места. И экскурсии… Вызвали, по-моему, вообще огромный интерес. Вызвались, огромная популярность сюда. Мы не ожидали, что около 150 человек будут приходить на три подряд экскурсии. Поэтому в том числе и люди, видя, в каком состоянии находится парк, на этих экскурсиях откликались и говорили о том, что… Давайте уже, да. Готовы посильную помощь оказать. И, кроме того, на нашу инициативу откликнулись многие предприятия в городе. Крупные предприятия. В том числе и крупный бизнес, да. Они готовы помочь в проведении субботника и инвентарем, и определенной интересной программой. И тем, чтобы участники субботника не остались голодными, их покормят. Ну, сейчас чуть-чуть попозже, я думаю, об этом подробнее. В мэрии вашу идею одобрили, надеюсь, сошлись, нашли консенсус вы. Как мы знаем, общегородской субботник администрация города Барнаула объявляет 19 апреля. В том числе и в парк администрация готова вывести людей именно 19 апреля. В этом смысле, конечно, нам бы хотелось, чтобы администрация поддержала нас, инициативную группу. И именно 20 апреля состоялся бы праздник парка, поскольку очень много людей уже задействованы на 20 апреля. Работа ведется давно инициативной группой. И просто придется очень много переделывать. Более того, многие люди в пятницу не смогут прийти на субботник. Элементарно, потому что они работают. В том числе спортсмены, триатлонисты, с чистого забега которых начинается наше мероприятие. То есть пока у вас еще в подвешенном состоянии какого числа пройдет субботник? Но он непременно состоится? Он в любом случае состоится. И даже если это будет два дня, ну что ж, ничего страшного, конечно. Вы готовы на такое? Я лично, да, я готова выйти и 19 и 20, но программу субботника, над которой работала инициативная группа и предприятие, все-таки не хотелось бы разрушать. И именно поэтому нам бы хотелось, чтобы администрация поддержала именно наш план. Вот я и хотела спросить, у меня следующий был вопрос. Парк огромный, удастся ли его убрать вообще за один день? То есть вы планировали убрать с утра до вечера? Нет, мы не планировали все это делать с утра до вечера. Пока у нас план такой. В 10 утра начинается забег триатлонистов, потом мы все приступаем к работе. Каждый выполняет посильную работу. В том числе, ну кто-то, допустим, покраска скамеек, это полегче, да. А есть очень сложные участки, как, например, место тотальной вырубки, где выросла высокая трава летом, а сейчас там стоит густой, сухостой. Это нужно просто убирать, выкорчевывать. Туда нужны люди посильнее. В таком очень запущенном состоянии озера, где тоже нужно много сил для того, чтобы его очистить. Ну, два-три часа работы. А после вот как раз мы планировали культурную программу. То есть именно праздник. Да, в том числе опять провести экскурсию уже по чистому, хорошему парку. Сложно сказать, удастся ли это за один день. Вот нужно смотреть... На начало как-то будет положено. Нужно смотреть по результату, да. И браться сначала за самые запущенные участки. Хотя бы вот сначала с них начать. То, что сейчас назвали мы. Лариса, ну что еще интересного придумали? Триатлонисты, понятно. Или все-таки это секрет? Ну, я могу еще, конечно, кое-что рассказать. Это будет как бы в некотором смысле субботник игра. Я думаю, это многим будет интересно. Нужно будет сфотографировать свой участок до того, как ты начал его убирать. И после. И эти фотографии выставить в социальных сетях на своей страничке. Рассказать об этом что-то. Как это было? Как убирался этот участок? И та информация, которая наберет больше всего лайков, она получит приз. Вот как раз от одного из организаторов субботника. От предприятия. А деревья планируете в рамках субботника высаживать? Или это потом перспектива какая-то? Этот вопрос сейчас на согласование. Нужно получить от биологов полную консультацию. То есть, то ли это время, какие именно деревья мы можем посадить. И если и будет посадка, то пока это будут единичные деревья. То есть, пока до сих пор еще не готов проект по восстановлению парка, массовой посадки быть не может. Ларис, а кто сегодня уже готов участвовать в субботнике и дал свое согласие? Есть несколько коллективов, которые сегодня определились с конкретными участками в парке, которые они хотят убирать. И первыми стали крестовоздвиженская община во главе с отцом Михаилом Бенем. Они убирают участок в радиусе 5 метров вокруг планетария. То есть, мы знаем, что планетарий, здание само, находится уже в юрисдикции Русской Православной Церкви. Но при этом планетарий там остается еще два года. Никуда он оттуда не съезжает. Но, тем не менее, прихожане решили, что этот участок будут убирать. Сами? Они, да. Известно, что скалодром, который находится в парке, также убирают спортсмены, которые занимаются на этом скалодроме. Они тоже к этому выразили свои желания. И район, участок, где находится памятник павшим борцам, берет на себя КПРФ. Я поняла. А подобные акции будут теперь традиционными в этом парке? Единственное, что понятно, что этот субботник, конечно, не точка в истории парка. Наша инициативная группа, в которую входят 5 журналистов, архитектор, историк, не собирается тему отпускать из вида, потому что парк нуждается, ну что ли, в серьезном исцелении. Там нужен и проект парка, воссоздание его, и посадки там нужных деревьев. И все это хотелось бы, в общем, увидеть в ближайшее время. Лариса, а вообще, вот вы видите, каким будущее парка этого? Каким он должен быть, по-вашему? Проекты могут быть разными, но если, хорошо бы, если их было действительно несколько, и они бы еще и прошли конкурс. И хорошо бы, чтобы барнаульцы проголосовали за эти проекты, что нравится больше им. Помнится, в какие-то вот годы прежние, такие конкурсы проходили как раз в Доме архитектора, куда набивалось очень много народу. Это было очень интересно рассматривать проекты и голосовать за них. То, что касается меня, я бы хотела, чтобы парк оставался по возможности зеленым. Я против всяческого строительства на территории парка и за счет парка. Но при этом, безусловно, аттракционы в той части, в которой они традиционно находятся, их можно сохранять, развивать и так далее. Но там, где были деревья, их просто нужно поэтапно заменять, старые деревья убирать, а новые, красивые, молодые высаживать. И в этом смысле тогда можно получить действительно очень красивую территорию. Вот тот же Данил Дегтярев, историк, он сравнивает наш парк, меланжевого комбината или парк изумрудный, с летним парком в Санкт-Петербурге. Хорошее сравнение. И парк нужно довести тоже до такого прекрасного состояния, чтобы он стал снова гордостью города. Но я думаю, мы все равно пригласим людей на субботник, пусть приходят. Когда точно, я думаю, они узнают из средств массовой информации. Спасибо большое вам, Ларис. А я напомню, что сегодня мы говорили о субботнике, который пройдет в ближайшее время в парке изумрудный. Редактор субтитров А.Семкин